Вы смотрите на меня, и все прекрасно понимают, чем я болею. Я болею глиобластомой. Это опухоль головного мозга. К сожалению, мы сейчас не можем увидеть Жанну Фриске, она уже на том свете. К сожалению, с опухолей головного мозга Дмитрий Хворостовский болеет. Я бы, конечно, тоже хотел бы жить вместе с вами, радовать вас, жители города Магнитогорска. Я, дай бог, так и сделаю, потому что кое-кто из вас мне реально помогает. Дай бог, чтобы это были все. Но сегодня и сейчас о чем мы говорим? Сегодня и сейчас мы говорим вам о том, как можно было бы мне этого избежать, если бы в свое время можно было пройти МРТ. Магнитно-резонансная томография. Что это такое? Человеческий организм, он пропитан водой. А магнитно-резонансная томография делает срез, потому что есть такая штука, как водород. И потихонечку, 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 путем срезов, вы понимаете, с чем вам предстоит бороться. Когда-то считалось, что магнитно-резонансная томография стоила бешеных денег. Сегодня и сейчас этого нет. Когда-то вы говорили, что в курортной поликлинике, которая располагается за моей спиной, была МРТ. Может быть, она и была. Но в ноябре 2013 года ситуация сильно-сильно поменялась. Сюда приехала МРТ. Причем приехала она по весьма недорогой цене. И в результате, если вы сильно постараетесь, то вы можете нормально жить. Потому что чем раньше вы сделаете анализ, чем раньше вы получите результат, чем раньше поймете, с чем вам жить, тем будет все гораздо дешевле. Уж поверьте мне. И вы, конечно, понимаете, о чем идет речь. Лечение заболевания четвертой стадии рака – это катастрофические деньги. Если бы я вам не помог, то никто не дал бы мне эту сумму. Но я вам помогаю, и теперь мой результат. Моя опухоль развивалась давно. Кровь из правой ноздри. И это было тогда, когда мы работали вместе и вчетвером. Такая штука началась в 2001 году. Именно тогда пошла кровь. Но зная цены МРТ, зная персонал, я не обратился. И вот чудо человеческое, данное мне Богом. Организм работал 12 лет. Кровь холостала, но я жил. То, что произошло в 2013 году – это аура. И это чудо. И работая на вас, я понимаю вполне очевидную суть. Я ненавижу ковыряться в какашках. Я работаю для вас, магнитогорцы и гости города. И я бы не жил столько. Теперь другой вариант. На обслуживание в данный центр необходимо записываться всем. Понятное дело, что такого центра-то я и не видел. Вот. Вы открылись. Каков был результат, вот что меня интересует? За те два года, что мы работаем здесь, в городе Магнитогорске, открылись мы в ноябре 2013 года, конечно, главным и самым ярким, наверное, выводом, который мы сделали за этот период, что у нас очень много пациентов идет, у которых есть серьезные заболевания, раковые заболевания, которые мы обнаруживаем впервые, диагностируем первично, уже на третьей, четвертой стадии. То есть это, конечно, для наших врачей, для наших врачей в Санкт-Петербурге тоже является достаточно таким открытием, потому что мы знаем, да, что город у нас достаточно, ситуация тяжелая в этом плане, но вот именно диагностирование заболеваний, ракового заболевания на третьей, четвертой стадии впервые у человека, да, это, конечно, и таких случаев очень много, конечно, это очень тяжелая ситуация. Я прекрасно понимаю, что таких центров МРТ должно быть много, по сути. То есть я ездил, и вы понимаете, что я ездил. Я видел, что в каждом центре в Турции, в каждом кабинете, в каждом медицинском заведении есть МРТ. По сути, это то, что должно вам показать, в какой структуре вы находитесь. Если все нормально, то в каждом кабинете, в каждом центре должен быть МРТ. Вы открылись, к сожалению, не так давно, получается, да? Возникает дивный вопрос, сколько стоит удовольствие? Потому что понятен результат, да, люди думают, что это стоит бешеных денег. Сколько? Ну, допустим, исследование головы, да, обзорное МРТ головного мозга, две с половиной тысячи рублей. Если врач видит, что там есть какая-то опухоль, да, какое-то образование, обязательно идет введение контраста. Оно идет по весу человека от двух тысяч ста рублей. То есть две пятьсот плюс минимум две сто – это четыре шестьсот. Ну, то есть, в принципе, за сто долларов вы можете раз в год полностью себя посмотреть, на всякий пожарный случай. Да, конечно, я думаю, что в год можно посмотреть, сделать для себя такую диагностику, которая будет действительно информативной, которая поможет в случае чего правильно поставить вашему направляющему врачу диагноз. Да чихать мне на эту сумму! Там 300 долларов на всю семью, даже не доллары, 18 тысяч рублей. И мне без разницы проще заплатить сейчас, чем далее втираться. Уж поверьте мне, в ближайшее время всех, потому что я знаю результат дешевле сейчас, чем потом. Уж поверьте мне, больному глиобластомой. И теперь мы начинаем понимать, что оказывается, мэротешное исследование не такое дорогое удовольствие. То есть когда-то это были бешеные деньги, 20 тысяч рублей, представляете, да? Не у каждого такие денежки были. Сегодня сейчас за 20 тысяч рублей, ну, поменьше, чуть-чуть, 18 тысяч, вы можете на троих сделать обследование целиком и полностью. Не это ли ваша радость? Так вот, ваша радость к нам пришла вместе с Санкт-Петербургским центром, научно-исследовательским комплексом Инни Березина. Оно располагается где? Оно располагается, ну, вы это место все прекрасно знаете. Это было раньше курортная поликлиника. Сегодня это медицинский центр номер 2, городская больница. И зайти можно с левой стороны, и вот сюда придете. То есть никаких проблем теперь у вас нету. Я надеюсь, что в будущем у вас также будет меньше проблем с онкологией. Уж поверьте мне, на первой стадии все речится гораздо быстрее и дешевле.